Ну что ж, и всем привет, с вами Wages of Seen, и сегодня мы продолжаем проходить игру Волк среди нас. Ну что ж, поехали. Честно скажу, не помню, на чём мы остановились, просто уже спустя несколько дней... А, всё понял. Мы зашли в отель объятия. Хорошо. Нет возврата. Блин, ну почему локализацию полную не сделать? Улыбнись, тебя снимает камера, ок. Почему это такая... Да, в общем... Неинтересная. Очевидно, что им стоит его починить. Если в номерах так же, как и в вестибюлю, то им стоит снизить цены. Та забеюще. А просто пройти. Не так быстро, приятель. Сперва ты должен зарегистрироваться, если хочешь снять комнату. Так что давай. Топай сюда, и мы тебя устроим. Я здесь не из-за номера. Ой. Красавица. Я работаю здесь, ясно? Работаю на ресепшене, чтобы платить за квартиру. Так что, теперь ты знаешь. Я знаю, что должна была рассказать кому-нибудь, но ты знаешь, что чудовище сошел бы с ума. Чудовище очень гордый, Бигби, он старается опекать меня, и он... Он бы не вынес, если бы узнал, чем мне пришлось заниматься, чтобы нас не выселили. Все наши друзья живут в Удлендсе. Ты должна рассказать чудовище, он переживает за тебя. Скажу, скажу, только выберу подходящее время. Аин, значит, никогда. Кстати, спасибо, что прикрыл меня. Ну так, что ты здесь делаешь? Оу, у тебя ключ. Прошлой ночью произошло еще одно убийство. Я слышал. Жертва работала в сладком десерте Лили. Она здесь была? Да, тролль. Я ее видела. В смысле, знаешь, мы никогда не общались, но она выглядела слегка напуганной. Видела здесь кого-нибудь с Лили, может быть, по работе. Иногда, но никого знакомого. Хотя я здесь работаю не так давно. Как насчет регистрации, некто мистер Смит? У нас все Смит и Джонс и Джонсоны. Думаю, все эти фамилии выдумка. Ты когда-нибудь видела здесь снежку или кого-нибудь под чарами, похожего на нее? Знаешь, это забавно, но я действительно видела кого-то, как мне показалось, очень похожего на нее. Но она ничего не сказала, когда я увидела меня, хотя она знала, что я ее видела. Но я решила, что это была не снежка и вернулась к своим делам. Ты знаешь, Веру. Когда-нибудь видела девушку по имени Вера или, может быть, слышала это имя? Возможно, я не знаю. Под конец ночи уже не различаешь имен. Антара, Брэнди, Эмбер, Хейзер. Извини. А Тру-ля-ля? Я беседовал с Тру-ля-ля сегодня утром. Он упомянул тебя вскользь, ты его знаешь, или его брата? Я одолжила денег, чтобы заплатить по закладной. У нас было уже третье уведомление с тех пор. Эти надоедливые уроды достают меня насчет денег и процентов. Зачем брать в долг у этих двоих? Деньги скрюченного дядечки. Красавица. Ты не знаешь, в каком отчаянии я была, Бигби. Больше не к кому было обратиться. Слушай, если это когда-либо повторится, сначала обращайся ко мне и снежке, хорошо? Я пыталась. Я ничего не помню, с меня взятки гладкие. Подожди, если тебя кто-нибудь увидит, то лучше если тебя увидит со мной. Так они поймут, что я не позволила тебе здесь бродить. Пять минут, я прошу тебя. Посмотрим, красавица. Будь готов притвориться. Так, это будет не сложно. Не знаю, к чему мы там должны были притвориться. Здрасте, Сэнта. Слушай, Бигби, я полагаю, ты будешь составлять что-то вроде официального доклада. Это нормально, только вот что меня тревожит. Интересует, должна ли я быть в нем? Мог бы ты не вписывать мое имя? То есть я не думаю, что чудовище когда-нибудь увидит. Твой доклад просто... Разное может случиться. Не волнуйся об этом. Чем меньше мне писать, тем лучше. Спасибо. Я ценю твою помощь. Не влюбись только. Что ж, вот мы и на месте. Какой номер тебе нужен? Аэх, эзэ вообще. Где больше орут, туда и нужен. Туда и нужен. Давайте все поглядим. О, нам явно туда. Давай открывать. Черт побери. У тебя есть ключи? Я думала, ключи от номера у тебя. Не от этого. Погоди, Бигби. Я не могу позволить тебе заходить в любой номер, в какой ты захочешь. То есть, что если там кто-то... Тогда я ее выбью. Я могу ее просто выбить, если захочу. Нет, не надо. Я помогу тебе. Только ничего не ломай. Нет, ничего не ломай. А зачем мне с ней болтать? Ты вообще-то не обязана тут со мной оставаться. Нет, обязана. Просто делай, что должен. Заходим. Заходим. Открой. Мне действительно кажется, что я не должна этого делать. Делай, делай, женщина. Мне нужно все посмотреть здесь. Эй. Нашел что-нибудь? Ну, я вас предупредил, собственно. Открой 207. Этот. Странный ключ должен открывать почти каждую дверь в этом здании, но к этой не подходит. Красавица. О, черт. Чудовище. Бигби. Как ты могла так поступить со мной? Нет, милый, нет. Подожди. Как ты могла так поступить? Мы ведь через столько прошли. Я заботился о тебе, и я люблю... Это не то, о чем ты подумал. Послушай меня. Ты изменяла меня с ним? Нет, чудовище, клянусь, я не изменяла тебе. Я ему помогаю, вот и все. Не сомневаюсь. Я знаю, что это за место, я знаю, чем здесь занимаются. Нет, это не я имел в виду. Я расследую убийство. Она мне помогает. Хватит лгать. Да что с тобой не так? Она моя жена. Чудовище, послушай меня, я тебе не изменяла. Эй. Похоже, я наконец-то увидел твое истинное лицо. Хватит, прекратите. Ты сказал мне, что не видел ее. Ты все время лгал мне, спал с ней. Послушай свою жену, успокойся и... Чудовище. Эээ, ты че делаешь? Что ты творишь? Ты ведь даже не слушаешь меня. Нет, не слушает. Она моя жена, Бигби. Послушай меня. Чудовище. Хватит. Ну, я думаю, да, хорош. Чудовище, нет, ты не понимаешь. Я нажал на W. Бля, хомуха. Хорош, 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 хорош. Он вообще че-нибудь видит теперь благодаря мне? Ты все испортил. Она моя жена, мать твою. Ну ладно, он хотя бы зрячий. Я уже думал, я ему глаза нахер выколол. Черт. Что вы наделали? Бигби, посмотри, что вы сделали с дверью. Ты не можешь просто так взять, отойди, тебе лучше не видеть. Думать надо было головой, чудовище. Красавица, оставайся в холле. Что? Почему? Что происходит? О, мой бог. Не трогай меня. Не трогай меня. Это, это... Тут Лили встретила своего клиента, мистера Смита, кем бы он ни был. А потом... Должно быть, это произошло прямо здесь. Боже, прошлой ночью? Да. Я была на смене прошлой ночи. На смене? Я не проститутка, идиот. Я работаю на ресепшене. Ты помнишь, кто арендовал этот номер прошлой ночью? Я не думаю, что никто это сделал. Не прошлой ночью. Может, они брали его на большой срок. Я не знаю, откуда мне знать. Это было похоже на самую обычную ночь. Как-то вообще бы возможно. Здесь так много крови. Запри входной дверь и не давай людям зайти в прихожую. Не мог бы ты проследить, чтобы сюда никто не зашел. Это место преступления, хорошо? Просто сделай, как он сказал. Я все объясню позже, хорошо? Бигби, что за монстр мог сделать что-то настолько ужасное? Именно это я и пытаюсь выяснить. Капец. Я не могу в это поверить. Не надо. Во всех номерах есть часы со встроенным кассетным проигрывателем? Думаю, да. И что мне от этого? Ну, а кассету, может, нет? Нет? Ничего? Окей, ладно. Красавица, ты можешь уйдешь? Похоже, она лежала, когда ее убили. Цветы положили до убийства. Как ты узнал? Кровавый след. Также я ей бы еще сказал, тело утащили от подножия тела. Боже, ты мог бы сказать ее, бедная девушка. Я даже представить себе не могу. Спайди. Это Хафен Паф. Я думал, ты единственный, кто курит это дерьмо. Очевидно, нет. Че дерьмо-то? Сиги как Сиги. Он принес вино. Отлично. Крейн? Мы даже не знаем, за что схватиться, короче. Ну, ща в кассетный засунем. Красавица. Что это? Это книга... А, про Белоснежку. Или, скорее, про... Таковая версия ее истории. Вся книга про нее? Ага. Почему она в стеклянном гробу? Это часть, где она спит глубоким сном, но все считают, что она мертва. Что это значит? Зачем отмечать страницу, где она спит? Я думаю, он хотел, чтобы кровать совпадала с гробом с картинкой, и цветы тоже. Он попросил Лили лечь так же. Ты думаешь, перед тем, как... В сказке тут к ней приходит кто-то, чтобы поцеловать ее, этот кто-то наш мистер Смит. Это пугает. Гроб — странное пристрастие к снежке. Что, черт побери, не так с этим парнем? Я так понимаю, на этой книге мы больше найти уже ничего не можем, да? Тут же ничего нельзя. Навести там. Нет, больше не... Ой, это не та кнопка, пардонте. Так, что у нас здесь? Не ори. Не поминай в Суи. Так, господи, я не могу дойти. Давай, кассету послушаем. Дисней, блин. Бигби, это музыка, думаю, я ее слышала. Прошлой ночью она играла довольно громко какое-то время, но остановилась на середине. Тогда я не придала этому значения. Знаешь, тут и не такое происходит сослушать. Думаю, я просто уже привыкла игнорировать подобные вещи. Возможно, он прикрывал звуки убийства. Так, то есть я больше ничего не могу сделать. Хорошо. Бигби, валим. Там остался только шкаф. И другая сторона кровати. Господи, как же неудобно здесь управлять этим существом. Реально кнопки не совпадают. Я вот сейчас... Ладно, неважно. Просто невероятно. Нормально. Кто-то был очень груб с этим платьем. Оно порвано. О нет, она, наверное, одевала его. Он убил ее, а потом он снял с нее платье. Нет, на нем нет крови. Должно быть, его порвали в другой раз. Какого-то явный фетиш. Что скажешь? Что? Что? Это такое же платье, как и из той книги про Снежку. Думаю, Смит одевал Лили в это, чтобы воссоздать Белоснежку из книги. Ты прав, она точно такой же. Они совпадают. Он разыгрывал сцены из книги. Бедная девушка. Откуда ей было знать? Ей, наверное, просто нужны были деньги. На ее месте могла бы быть любая другая. Да как она здесь очутилась? Я имею в виду, не именно здесь, но она не самая человек. Джорджи знал, что у нее были неприятности и воспользовался этим. Он настоящий паразит. Но это глупо. Это не факт совершенно. Просто слишком быстро было. Я не успел прочитать все варианты. Я надеюсь, ты от меня ничего не скрываешь. Да что с тобой не так? Я к этому не причастна. Там не фиолетово. Я должен был спросить. Пожалуйста, делай то, что должен. Давай убираться отсюда. Толку-то двери уже нет. Может, она не видела. Есть еще что-то, что можешь мне рассказать про прошлую ночь? Что-нибудь, что врезалось в твою память? Извини, нет. Это была такая же ночь, как и все остальные. Именно это меня и беспокоит. С этого момента там внизу я буду представлять себе это убийство. Как не найти, кто арендовал номер? Найти кого-то, имеющего ключ? Я почти уверен, что этот номер брался на длительный срок, а мы не ведем никаких записей или чего-то вроде этого. Тут мы храним анонимность посетителей. Я уже слышал это. Да что еще делать-то я не знаю. Я уже... Кошмар! Я не знаю, что делать, все. Да блин, я не могу управлять этим... О, господи, короче, геймпад, помоги мне. И это какой-то кошмар. Так, секунду, ребят, сейчас... Сейчас все будет. Все, поехали дальше. Там нет ничего, тут нет ничего. Все, на выход идем, короче, нахрен. Дайте мне выйти, ё-моё. Что-то дичь. Я не могу, если они намекают, мол... А, о, что-то было. Наконец-то. Ты чуешь какой-то запах? Не, обычное яблоко. Надкусанное, типа она уснула, да? О нет, что еще? Что теперь? Это яблоко надкусано только один раз, как в сказке про белоснежку. О нет, ты думаешь, оно отравлено? Нет, я бы учуял это. Я думаю, это просто реквизит. Оно тут потому, что они разыгрывали сцены из книги. Ну, конечно, в этом есть смысл. Он просто разыгрывал другую часть книги. Боже, теперь я вижу полную картину того, что произошло. Все сходится, как ты и сказал. Этот урод одел нашу девушку в платье белоснежки и воссоздал всю историю. Из книги, с яблоком и глубоким сном, и со всем остальным. Ты лучший сыщик, чем я думала. Спасибо. Значит, он все это планировал. Он отметил все детали. Только когда пришло время поцеловать и разбудить ее. Да. Я надеюсь, ты уже заканчиваешь. Мне совсем не хочется больше здесь находиться. Бутылка такая же, как у Икобоба была заказана. Крейна которой. Это фотографии убитой девушки? Не все из них. Откуда ты знаешь? На этой есть я. Она была сделана прошлой зимой. О нет, Бигби. Этот вид преследования не прекратится сам с собой, поверь мне. Я знаю об этом из личного опыта. Он будет пытаться приблизиться все ближе и ближе. И кто же у нас зеркало-то палит? Его замена снежки пропала, так что в следующий раз оно подберется ближе. Что такое? Это Крейн. О, Господи. Старый извращенец. О, Господи. Ты начинаешь мне нравиться, шериф. Ты не боишься быть полным отморозком? А то. Очевидно, что должны произойти некоторые изменения. Борода. Мэр. Здорово, Бигби. Здорово, урод. Разберись с этим, Бигби, или я сделаю это за тебя. Ох, какая... Боже мой, Бигби, это ты? Вах. Так, ну что ж... Симпатизировали Крейну Насчет того, что он говорил, что он типа скучает По Снежке 60% Вы Че, че, че Мердус Саспект Не знаю Не важно Так Вы выбрали Ну, в общем, ладно, не важно, короче И вы не побили Чудовище, это самое главное И всего 8% человек не побили Чудовище Ура, хоть где-то мы приняли неочевидное решение Ну что ж, на этом давайте уже Собственно будем заканчивать, с вами был Вичсов Син Это была Игра Волк, среди нас В следующий раз уже увидимся в третьем эпизоде Ну, на этом все, всем спасибо и Всем пока